В 1979 году под его командованием 350-й гвардейский парашютно-десантный полк пересек границу Афганистана и приступил к решению первых боевых задач на этом направлении. Под руководством ШПАКа советские войска заняли стратегические объекты без потерь личного состава. Это была уникальная операция. Большое количество самолетов Антеев и Ил-76. Один батальон выдвинулся для охраны пятиэтажных строений, где жили русские и советские специалисты. Один батальон прикрывал бронетанковую дивизию, чтобы она не смогла выйти из своих ангар. И один батальон захватывал генеральный штаб Афганской армии. Свою историю Георгий Иванович рассказал на встрече с юнормейцами и представителями Самарского отделения Союза десантников. Мероприятие приурочили к 35-летию вывода советских войск из Афганистана и двухлетию со дня начала специальной военной операции. Цель у нас одна – вспомнить погибших наших товарищей. И чтобы мы вспоминали, гордились, чтобы наше юное поколение это помнило. Нас всех это объединяет, уже многих коснулось, это семей многих еще коснется. Поэтому мы желаем, чтобы была быстрее победа, чтобы мы победили. Но мы обязательно победим, потому что дух наш российский, он непобедимый. В прошлом году в Самарской школе номер 55 открыли мемориальную доску, посвященную Олегу Шпаку, сыну Георгия Ивановича. Он погиб при выполнении боевого задания в Чечне в 1995 году. Юно-армейский отряд школы носит имя героя. И сегодня ребятам было интересно встретиться с его отцом. Когда мы их позвали сюда сегодня, на встречу с Георгием Ивановичем, естественно, ребята согласились, они понимают, что встреча им важна. Мы периодически с ними, конечно же, и проводим беседы. Они у нас знают, что такое специальная военная операция, они у нас знают, кто такой Олег Георгиевич Шпак, имя которого носит наш отряд. Им интересно общаться с человеком, который является отцом того, чье имя они носят. Встреча завершилась концертной программой. Активистам вручили медали за помощь участникам специальной военной операции. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.